В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новости по-выборгски». В студии Татьяна Анкудович. Здравствуйте! Рабочая группа во главе с руководителем администрации Выборгского района Валерием Савиновым вновь проверила состояние старого города. В рейде приняли участие представители комитета по городскому хозяйству, управляющий компанией «Энергопроект-М» и депутаты. Валерий Савинов поручил профильным комитетам проконтролировать уборку рыночной площади и добавить на территорию мусорные баки. В прогонном сквере необходимо обновить туристическую карту. Управляющей компанией выдано предписание заменить деревянные ограждения на металлические. Члены рабочей группы осмотрели благоустройство контейнерных площадок на Красноармейской и прогонной улицах. Теперь здесь за аккуратным ограждением стоят небольшие контейнеры. В ходе проверки Комитету поддержки предпринимательства и потребительского рынка и Комитету по городскому хозяйству поручили следить за наличием урн возле предприятий малого бизнеса. Если зафиксируют их отсутствие или обнаружат в неудовлетворительном состоянии, выписывают штраф. В одном из дворов рядом с отремонтированным кафе находился строительный мусор. На то, чтобы привести всё в порядок, управляющему дали неделю. В рамках рабочего выхода побывали в квартале Сета Солберга и на крепостной 11, где продолжается обследование дома Говинга. По окончании рейда его участники отметили, что уменьшилось количество незаконных граффити и расклеенных рекламных объявлений, а также то, что управляющая компания «Энергопроект М» устранила ряд сделанных ранее замечаний, заменила водостоки на фасадах и провела противоаварийные работы на кровле жилых домов. Еще одно место притяжения появилось в самом маленьком городе Ленинградской области – Высоцке. На финишную прямую выходит процесс благоустройства сквера Победы. Пока здесь кипит работа. Принять гостей он будет готов буквально через пару недель. Строительство ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Кстати, в том, что благоустройство стало возможным, есть немалая заслуга местных жителей. Данный сквер появился, наверное, благодаря им в первую очередь, потому что данный проект проводили голосование, и жители из двух проектов выбрали вот этот сквер. Также трудовое участие, дети непосредственно участвовали в плане того, что делали рисунки этого сквера. В таком плане, конечно же, жители подходят, участвуют в плане, подсказывают, где что надо, какие-то недоделочки выбрать, потому что мимо не проходят. Здесь предусмотрена зона отдыха со скамьями, детская площадка. Идут работы по оформлению альпийской горки. Историческая зона оборудована информационными щитами с подсветкой. Уже установлены мемориальные плиты с фамилиями героев, чьи подвиги связаны с Выборгским районом. Местные жители считают дни до открытия сквера. Конечно, прекрасно. Было просто заросшее болото. А сейчас такая красота. Пенсионеры будут на скамеечках сидеть. Для детей площадка. Ну, вообще, Высоцк весь так становится все краше. Я сама работник детского сада, поэтому очень часто приходим мы вот сюда к памятнику, проводим мероприятия, посвященные и празднованию Победы. А сейчас будет вообще прекрасно. Средства на благоустройство сквера выделены из федерального, областного и местного бюджетов. Всего порядка 21 миллиона рублей. Работы было проведено много. Даже рельеф местности пришлось менять. Часть насыпалась, потому что рельеф оставили специально, чтобы было красиво по рельефу, потому что если отсыпать ровно, что-то теряется. А так, да, искусственно отсыпалась. Правая часть, она очень высоко поднималась, там порядка полутора метров иногда доходила. Ну, это такие низины, там, где именно болото стояло посреди него, выводили воду. Есть здесь и особо заметные объекты. Гранитный корабль – памятник бронированному морскому охотнику, участвовавшему в боях за освобождение островов Финского залива в 1944 году. Катера такого типа строились в блокадном Ленинграде. Проект конструкторы разработали всего за 15 дней. Проявляя небывалое мужество, умирающие от голода люди построили 66 таких кораблей. Катер под бортовым номером 503 был подбит при авианалете и затоплен около острова Игривой, рядом с Высоцком. Он разломился надвое. Его носовую часть нашли в нескольких десятках метрах от Киля. Проектировщики долго думали, каким должен быть корабль, установленный в сквере. Сначала была идея поставить здесь настоящее судно, но от него пришлось отказаться из-за больших габаритов. В итоге было принято решение сделать постамент из гранита. Весит он 18 тонн. На тыльной стороне корабля выгравированы достопримечательности Высоцка. Крепость, водонапорная башня, маяк. Общая длина памятника около 5 метров. Масштаб 1 к 50. Создал проект выборский архитектор Евгений Труфанов. Как полагается, сначала набросок на бумаге, расчеты габаритов, эскизы изображений. Затем слепок из пластичной массы. И вот бронированный морской охотник на своем месте украшает сквер Высоцки и знакомит его жителей с историей родных мест. Для детей, для родителей. В нашей школе учатся 80 детей. Поэтому, я думаю, как родителям, так и деткам будет интересно. Для них это чудесное место, где можно провести время с родителями побольше. Пускай они знают свою историю города. Сквер Победы – не первый проект в Высоцке, реализованный в рамках программы формирования комфортной городской среды. В прошлом году город украсила уютная набережная. Планов по благоустройству населенного пункта у властей еще много. А местные жители готовы поддержать любую инициативу. Татьяна Анкудович, Валерий Пресижнюк, медиагруппа «Наш город». Выборские дворы преображаются. Работы ведутся в рамках муниципальной программы благоустройства. На улице Акулова, у дома номер 8, уже уложено новое асфальтовое покрытие. Также здесь заменили бордюрный камень и обустроили парковочные места. В первых числах августа подрядчики приступили к работам на улице Приморской. У домов с 54 по 56 обновляют дорожный проезд. Тротуар выложат плиткой. В рамках программы по благоустройству запланирована замена основания детских площадок и установка нового оборудования по 13 адресам. Один из них в поселке Гвардейском на улице Центральной уже в этом году смонтируют игровую площадку. Реализация проектов осуществляется при поддержке 47-го региона в рамках областного закона об инициативных комиссиях. Он позволяет при взаимодействии инициативных групп, жителей, депутатов, органов исполнительной власти благоустраивать территории. Два обгоревших тела обнаружены в лесном массиве в Выборгском районе. Следственным отделом по городу Выборгу возбуждено уголовное дело. Погибших нашли вечером 15 августа вблизи железнодорожной станции 63-й километр. Это недалеко от Рощина. На место происшествия незамедлительно выехала следственная оперативная группа во главе с руководителем следственного управления, криминалисты, сотрудники полиции и прокуратуры. По предварительному осмотру, срок принадлежит один женщина, другой маленькому ребенку. При осмотре места происшествия изъяты вещественные доказательства, вещи, принадлежащие погибшим, которые изъяты, приобщены к уголовному делу. Уголовное дело возбуждено по части 105-й, часть 2-я, убийство двух лиц и убийство малолетнего. В настоящее время следственные оперативные мероприятия продолжаются. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. Расследование уголовного дела находится под контролем руководителя следственного управления. О таком страшно говорить и думать. Так глава администрации Выборгского района Валерий Савинов прокомментировал вопиющий случай вандализма, произошедший в поселке Барышево. Неизвестные обстреляли мемориал на месте воинского захоронения. На гранитных плитах обнаружены сквозные отверстия и трещины. В этой братской могиле захоронены останки 48 красноармейцев, военнослужащих 248-й отдельной истребительной противотанковой дивизии и 23-й армии. По факту повреждения памятника следственным отделам по городу Выборгу возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует Выборгская городская прокуратура. По словам Валерия Савинова, в ближайшее время совместными усилиями районной администрации и поисковиков мемориал будет приведен в порядок. Впоследствии здесь установят новые плиты. У обычных людей руки, а у него крылья. Эта фраза из кинофильма «Экипаж» как нельзя лучше описывает судьбу заслуженного военного лётчика СССР генерал-лейтенант авиации Ивана Марковича Грицины. В день ВВС России он в центре внимания. От имени администрации Выборгского района ветерана поздравил заведующий выставочным залом Выборг город воинской славы Владимир Быкачев. Лётная книжка как летопись жизни. Он прошёл славный путь от курсанта до военного советника. Курсант, лётчик, командир звена, командир эскарильи, заместитель командира силы воздушной армии. Я в Сирии был военным советником, командующего СПО. Военный советник. Вот какой человек у нас живёт. В те годы Иван Маркович принимал участие в основании военной авиабазы «Хмеймим» в Сирии. Как известно, она действует до сих пор. Летал он, кажется, на всех типах истребителей-бомбардировщиков. В училище на Як-11 – это поршневый самолёт. И на Як-15 – это реактивный самолёт, первый был. Училище закончил на Як-15. В части я приехал в часть. На Як-17 летали на Як-17. Это реактивный. Потом там же Мех-19, с двумя истребителями. Потом на Мех-23. Сколько трудных задач было выполнено за годы службы, пересчитать сложно. Запомнился Ивану Марковичу 71-й год. Тогда он был командиром полка. Замкомандующего поставил задачу от имени командующего перегнать 42 самолёта с Германии, с Фалькенверга 21 самолёт, и с Мерзибурга 21 самолёт. Лётчиками, я командиром полка был уже в Дамгарте, я там, лётчиками своего полка перегнать эти 42 самолёты с этих двух немецких аэродромов. На аэродром учарал. Перегнали эти по 21 самолёту двумя ходками. Первую ходку за три дня 8 посадок было по 1000 километров примерно. А вторую за 4 дня. Ивану Марковичу скоро исполнится 90 лет. В его жизни масса ярких событий. Благо, память у генерала-лейтенанта великолепная. За свою службу он был знаком со многими военачальниками Советского Союза. Всех помнит поимённо. Это главком ВВС Кутахов Павел Степанович был такой главком военно-воздушных сил. Это я, командиром дивизии был там в Белоруссии. Генерала получил. И вам вручали заслуженного? Да, вот. Это в Москве вручали заслуженных военных лётчиков. В Кремле? В Кремле, да. По праздникам Иван Маркович надевает довольно тяжёлый парадный китель. На нём далеко не все награды, только самые дорогие. Самый ценный значок вот. Это первый класс, лётчик первого класса. Три класса лётные есть. Мордин красной звезды есть, да, тут. Вот он. Любовь к родине ветеран смог привить и своему сыну, который тоже стал военным. Даже внук в юном возрасте успел примерить воинское обмундирование. К слову, ветеран убеждён, что красивая форма должна быть не только у генералов, но и у молодых, только начинающих свой путь защитников родины. Татьяна Анкудович, Кирилл Важенин, Медиагруппа «Наш город». В Выборге заработала служба детской неотложной помощи. Решение о её организации в нашем городе было принято комитетом по здравоохранению Ленинградской области. Детская неотложка работает ежедневно – и в будни, и в праздники. Звонки принимаются с 8 утра до 7 вечера, по телефону, номер которого вы видите на экране. Для того, чтобы вызвать к заболевшему ребёнку специалиста, нужно иметь достаточное основание. К примеру, температура 37 – не повод для вызова неотложной помощи. Хочу, чтобы родители наши понимали, что неотложная помощь, она предназначена, ну в каких ситуациях, в нашем понимании. Это дети, имеющие вдруг возникшую высокую лихорадку, появление какой-то необъяснимой сыпи, которая может вызывать вопросы у родителей. Всяческие разные вопросы, какие-то боли в животе, которые могут привести к необходимости получения консультации на дому данному ребёнку, значит, тогда они обращаются в службу неотложной помощи. Стоит отметить, что в Выборгской детской городской больнице неотложная помощь оказывается только детям, приписанным к этому медучреждению. На вызов приезжают квалифицированные врачи. При себе они имеют всё необходимое для оказания ребёнку помощи. Ждут в больнице и новых специалистов. На неотложке на сегодняшний день у нас дежурят наши же доктора, ну скажем так, по очереди, потому что кадровая ситуация у нас достаточно напряжённая. Может быть, где-то прибывают врачи-педиатры, которые находятся в поиске работы, фельдшера особенно, которые нам очень нужны были бы для работы, в том числе и неотложной помощи. Нам требуется в том числе, кроме фельдшеров, кроме врачей-педиатров, требуется и участковые медицинские сёстры. Поэтому приглашаем всех на работу. Следует различать помощь скорую и неотложную. Скорая – это экстренная служба немедленного реагирования, выезжающая к тем, чьё здоровье находится в опасности. А если жизни пациента ничто не угрожает, вызывают неотложку. Неотложная помощь позволяет нам оказать её в течение ближайших двух часов с момента поступления вызова. А вот экстренная помощь, это скорая помощь наша, она приезжает сразу же при получении этого вызова. Для оказания детской неотложной помощи правительство Ленинградской области предоставило Выборгской больнице два новых автомобиля. Это, в общем-то, достаточно значимое нововведение для наших детей и родителей, которое принесёт, безусловно, определённую пользу. Работа начата и спасибо нашим властям, нашей администрации Ленинградской области, за то, что у нас в Ленинградской области медицинские учреждения получили очень много автомобилей. Мы-то не самая большая больница, а, в общем-то, маленькая, насколько я знаю, в межрайонную больницу пришло много автомобилей, в том числе и для этой цели. Галина Давыдова, Кирилл Воженин, Медиагруппа «Наш город». Накорми братьев наших меньших. Библиотека Алвара Алта объявила благотворительную акцию для помощи усатым и хвостатым. Она приурочена к Международному дню защиты бездомных животных и призывает помочь тем, кто в этом так нуждается. Со стеллажей на посетителей библиотеки доверчиво смотрят собаки и кошки, которым нужны не просто крыши над головой и миска с кормом, а любящие, заботливые хозяева. О каждом – краткая, но содержательная информация. Так что с животными можно познакомиться заочно. Эта акция проходит уже не первый год. С нами в этом году сотрудничает приют «Кошек Выборг» и «Дом хвостиков». С некоторых пор у нас стала выставляться выставка, на которой присутствуют питомцы приютов, которые ожидают своих хозяев, свой новый дом. Акция помощи приютам для животных проходит в течение двух дней – 19 и 20 августа. В часы работы библиотеки с 9 до 19 часов все желающие могут принести в отдел периодики влажные и сухие корма, наполнитель для кошачьего туалета, старое постельное белье и полотенце, одноразовые пеленки. В силах каждого из нас подарить частичку своей доброты тем, кто не может сам о себе позаботиться. Вовлеченности детей и молодежи в спорт будет посвящен очередной выпуск программы «Городская среда». Гостем нашей студии станет директор спортивной школы Олимпийского резерва «Фаворит» Андрей Лилейко. Мы обсудим, насколько занятия спортом доступны подрастающему поколению, каковы успехи выборских спортсменов на международной арене и многое другое. Смотрите программу «Городская среда» 18 августа в 2 часа дня в прямом эфире на канале ВМТК и в группе Выборг ТВ интересные новости ВКонтакте. Не пропустите, будет интересно. Здоровье, силу и красоту приносят людям спорт. Праздник, посвященный Дню физкультурника, несмотря на пандемию и капризы погоды, состоялся в Выборге. На стадионе «Авангард» собрались профессиональные спортсмены и любители здорового образа жизни. Популярности ЗОЖ среди населения способствуют и развитию инфраструктуры. В Выборгском районе в этом году построено много объектов, отремонтировано. В частности, остановлюсь на стадионе «Авангард». Капитальный ремонт стадиона «Авангард» запланирован на 2023-2024 год. Я надеюсь, что через пару-тройку лет наш стадион, любимый исторический, будет отремонтирован для вас, для жителей нашего города, для спортсменов. Владимир Долгих также выразил надежду на то, что следующий день физкультурника в Выборге пройдет без антиковидных ограничений, как прежде, со зрителями и гостями кинофестиваля «Окно в Европу». Торжественное открытие продолжила церемония награждения. Благодарственные письма за вклад в развитие физической культуры и спорта от главы района администрации Валерия Савинова вручили руководителям и тренерам спортивных учреждений. «Наших спортсменов не остановить ни перед чем. И вот Выборжане как раз это и показывают. Я на каждом празднике уже много-много лет, и сегодня я первый раз без своего товарища-друга, однофамильца Александра Петровича Петрова, почетного президента, общества-фаворит. Конечно, то, что он заложил, это будет долго-долго еще продолжаться». Конечно, отметили в этот день и участников летних Олимпийских игр в Токио. Благодарственные письма от депутата областного ЗАГС Собрания Михаила Макарова передали велосипедисту Александру Власову и вручили фехтовальщику Роману Петрову. Прежде чем участники разошлись по спортивным площадкам, организаторы провели общую разминку. Десять команд соревновались в легкоатлетической эстафете, в волейболе, теннисе, преодолевали полосу препятствий. Желающие могли проверить свои силы на площадке центра тестирования ГТО. Параллельно на «Авангарде» проходил турнир по тайскому боксу, состоялся матч по мини-футболу. Тренер по фехтованию Роман Петров – постоянный участник этого праздника спорта. Это поднятие духа, во-первых. Во-вторых, наш спорт всегда проявляется в разных отношениях. Поэтому нужно, чтобы приходили любые, не только спортсмены, а плюс и обычные люди и занимались спортом. У нас хорошие традиции. У нас все-таки трехкратный чемпион Олимпийских игр Вячеслав Якимов родился в Выборге. У нас есть и паралимпийские чемпионы – Тумаков Алексей, Кауфман Алена. Я думаю, что тренерский состав очень хороший. Традиции хорошие. И поддержка общественных организаций, администрации спорта. Среди участников – активные и спортивные работники предприятий и организаций Выборгского района. Представители разных профессий объединяет приверженность здоровому образу жизни. Своим примером мы хотим показать молодежи, что надо участвовать в вести активный образ жизни. Да, мы же четвертый год подряд участвуем. Да. Мы четыре года участвуем, четыре года занимаем первое место по мини-футболу. Также в этом году мы хотим показать все силы кинуть на канат. Я люблю спорт уже, наверное, с пятого класса. Я занималась волейболом в нашей школе Выборгской. И потом устроилась на Выборгский завод и потом уже начала участвовать здесь во всех соревнованиях. По итогам «Спартакиады» именно команда Выборгского судостроительного завода заняла первое место. На втором – «Дюшес», в составе которой тренеры, воспитанники спортшколы «Фаворит». Третье место заняла команда «Газпром». Виктория Иванова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». На этом наш выпуск завершен. Увидеть программу «Город. Новости по-выборгски» вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг.тв в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова